С 2005 года, когда накануне 60-летия победы в Великой Отечественной войне в России впервые была проведена акция «Георгиевская лента», цвета этой легендарной ленты, черной и желто-оранжевой, стали символом доблести и героизма наших солдат и офицеров, которые победили немецко-фашистских захватчиков. И в день весны и труда акция «Георгиевская лента», которая стартовала в апреле, продолжилась в нашем городе. В преддверии 9 мая мы открываем эту ленточку, которая является символом мужества и воинской славы советского солдата. Деньги, которые собираются по этой акции, они идут в помощь ветеранам, в помощь госпиталям, которые сегодня существуют. Все желающие смогли материально поддержать патриотическую акцию. Все собранные средства будут перечислены на счет госпиталей для ветеранов. Раздача лент, света огня и дыма символизирует наше уважение и благодарность к тем, кто в жестоких сражениях сумел отстоять честь и независимость нашей Родины. Тот металл, который нам вложили в душу, крепость и духа, это наши предки, которые сделали самое главное. Они выиграли Великую Отечественную войну, они освободили весь мир от рабства. И мы должны помнить об этом просто всегда, а в этот день, как никогда, приучать своих детей, внуков, у кого есть правнуки. Потому что вот эта ленточка, которая у нас сегодня на груди, она как символ, вот она сегодня греет души, солнце греет нас сверху, а эта ленточка согревает душу и говорит нам «Помни всегда». Мы тоже рады принять участие в этой акции. Я считаю, что действительно мы должны поддерживать эту традицию. Наши деды, прадеды, бабушки воевали за нашу страну. Мы гордимся, мы помним. Пришла я с ребенком, чтобы ребенок уже понимал, что это не просто какое-то украшение, что это слава нашим дедам, нашим бабушкам. Свою сопричастность к подвигу наших отцов и дедов смогли почувствовать и волонтеры, которые помогали в проведении акции. Какой у нас прекрасный город, как мы готовились к этому празднику. И мы раздаем, участвуем в акции, раздаем бесплатно ленточки, чтобы люди помнили и гордились нашей страной. Георгиевскую ленточку в этот праздничный день с гордостью внесли многие славянцы. Прекрасный весенний праздник продолжился выступлениями славянских музыкантов и артистов, которые с радостью демонстрировали свое мастерство. Атмосфера большого праздника хорошо ощущалась всеми участвующими в народных гуляниях. Я смотрю, когда люди собираются все, такое чувство, вы знаете, не побоюсь патриотизма. И погода, наверное, потому что у людей такое настроение. И это говорит только о том, что если мы вместе, мы можем очень и очень многое. В парке имени Григория Пономаренко можно было увидеть выступление кукольного театра, послушать музыку и проверить свою эрудицию в библиотечной викторине. В праздновании принимали участие не только славянцы, но и многочисленные гости города. Понравилось ли им в нашем городе? Такой вопрос мы им задали. Вы знаете, я в восторге. Я просто счастлив, что нахожусь в этот день здесь, на этом празднике. Я такого не видал. Я приехал из города Рязани. Здесь мои родственники навстречу. И вот меня сюда привели показать этот праздник, как он проходит. Конечно, необыкновенно. Необыкновенно. Так здорово сделано. Просто я рад, горжусь за тех людей, которые организовали такой большой первомайский праздник для людей, для всех-всех, для всех возрастов. Я думаю, что все получат огромное удовольствие и наслаждение. Праздничная концертная программа продолжилась выступлениями лучших творческих коллективов на сценической площадке, расположенной на театральной площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова